Я хотел бы чуть разделить два вопроса. Это социальная сфера и смысл существования государства. Что такое социальное государство? И на примере, может быть, далеком от Петербурга, на близком аграрному университету. Вы слышали что-нибудь про события на ХАПРЕ, противостояние в связи с планами добычи никеля на стыке Волгоградской, Тамбовской, Воронежской областей? В чем здесь фундаментальный вопрос? Вот я жил в Советском Союзе. Я знаю, что в моей жизни, до меня еще, предшествовал период очень жесткой, тяжелой индустриализации, много проблем и так далее. Второе, что мне кажется принципиально важным. Когда нам приходится жертвовать чем-то, предположим, полями, лесами, лугами, пастбищами, ради обороноспособности страны, ради ее суверенитета, я понимаю, что это вопрос оптимизации. Это сложный вопрос, чем и как пожертвовать, что с чем соотнести. Но здесь понятно, чем и ради чего жертвуем. Теперь все то же самое в ситуации, когда у страны нет проблемы нехватки никеля. Вот нет у страны такой проблемы. У страны нет планов и концепций развития чего-нибудь, авиастроения, танкостроения, самолетостроения, судостроения, еще чего-то, радиоэлектроники и далее, где не хватает никеля. Вот если бы была концепция развития, в которой все есть, а вот никеля не хватает, надо взвесить. Может быть, действительно надо пожертвовать черноземом, кусочком чернозема ради этого никеля. А ведь этого нет. Никель идет за рубеж. Вопрос формулируется совершенно иначе. Можно ли пожертвовать не просто сельским хозяйством, а кусочком цветущего черноземья с черноземами глубиной до двух метров, которые немцы эшелонами вывозили в Германию во время Второй мировой войны, ради того, чтобы кто-то смог получать прибыли и сверхприбыли, дополнительные, от экспорта никеля за рубеж? Вот совершенно другая постановка вопроса. Так вот, вы задали вопрос о социальной сфере, а я отвечаю о том, что такое социальное и антисоциальное государство. Социальное государство – это государство, которое ставит во главу угла цели развития общества, государства, личности каждого в этом государстве. И цветущий край не может быть принесен в жертву интересам чьей-то прибыли. То есть не страна чьей-то прибыли, а мы разрешаем вам получать прибыли, сколько хотите, но только если это не противоречит нашим общим интересам. Это нормальное социальное государство. Это должен быть нормальный моральный климат в нашей стране. Антисоциальное государство – это государство, в котором прибыли превыше жизни людей в здоровой, цветущей атмосфере. Какое у нас сегодня государство? До тех пор, пока протесты подавляются, пока более того, вместо тех, кто протестовал по зову сердца, потому что просто хочет жить на этой цветущей земле, туда вбрасываются так называемые оранжевые лидеры. Происходит подмена протеста одного на протест другой. Этот протест перед всей страной представляется какой-то проамериканский против промышленного развития. Представляете, бред, а где промышленное развитие? Я разговаривал с теми настоящими лидерами исходными вот этого протеста, и они говорили, да если бы была цель, там вот женщина, мать троих детей, у нее муж деморализованный военнослужащий. Говорит, да мы из семьи военных. Если бы мы понимали, что это нужно ради обороноспособности страны, мы первые бы сказали, ну что делать, ладно, переселимся. Но если это не нужно, так вот до тех пор, пока все это подавляется и пока прибыли чьи-то стоят выше интересов просто жизни на своей земле, это антисоциальное государство. В этих условиях говорить о социальной сфере, о пенсиях, о стипендиях и так далее, можно говорить только как о подачках власти ради того, чтобы вы не бунтовали. К сожалению, так. То есть уровень всего социального, что мы имеем сегодня, определяется одним, чтобы вы не бунтовали. Ограничение бунта уровнем подачек и какой-то массированной пропагандой. Еще раз, говоря о социальной политике, допомните, социальное государство, это государство, которое и производственную, всю экономическую сферу направит на то, чтобы у него была нормальная жизнь и были нормальные доходы, в том числе на решение так называемых социальных проблем. Потому что если вы все остальное под это не выстраиваете, из худенького кошелька, из худенького кошелька, на решение социальных проблем, как ни размазывай, все равно не хватит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!